Целью и Украины, и в первую очередь Британии, является разморозка Молдавского конфликта, Приднестровского конфликта. Они лизали этой власти. Уже неудобно, там свидетельствовать. Говномет. Увлекаться, потому что я не советую, запретами. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое решение непродуманное. Мать моя женщина, пожалуйста, он дюйм. Мать твоя женщина, конечно, не мужчина. Ну, гамманись, а не. Помню, что сейчас лето, надо оголяться, надо раздеваться, надо быть красивыми. Привіт, друзья, меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свежий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини, всього того, что в них происходит как в жизни, так и в социальных мережах. Будем порівнювати, как живет російськое телебачение, и что на самом деле чувствует глубинный россиянин. Ви ж на старті не забывайте, для нас украй важливо поширювати всю зібрану інформацію. Тож, від нас гарний контент, від вас лайк. І, звісно, не забывайте подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Чим більше нас, тим гучніше лунатиме голос правди. Ужас, що відбувається. Ужас, море, море, просто море. Сохи сторон. Вообще, ни конца, ни края. Деревцать чуть-чуть видать. Вон, смотрите, вообще все белое, аж в граде, вон он, лежит. Вот я окно открыл, тут вообще, вот у них, крупный хороший град, молния сверкает. Вот так вот висургийские поддерживают ребят на СВО. Да? Вот так вот. Улыбаемся, да? Поверьте мені, друзі, на слово, коли-небудь російську пропаганду назвуть різновидом психологічних хвороб. Бо здорові люди просто не могли б такого вигадувати, такого писати, такого говорити і таке публікувати. Перекрутити істину, ось, власне, їхній хліб. Ані слова правди, ані слова того, що насправді відбувається як в Україні, так і в самій Російській Федерації. Ми ж дивимось на них винятково із наукової точки зору. Ну, якщо є ті, хто вивчають комах, то чом би не бути, і тим, хто вивчає російську пропаганду. Як і завжди, ми пропонуємо вам зануритись в те, що вони найактивніше обговорюють на своїх пропагандистських ток-шоу. І це тож крайне тревожно. Це Молдова, то, що ми наблюдаємо в аеропорту Молдову вчора, коли, соответственно, задержали досматрив людей 4-5 часів, устраивали позорище на весь мир. Але далі треба розуміти, що целью і України, і в першу чергу Британі, є розморозка Молдавського конфлікта, Приднестровського конфлікта. І, в чому-то, к цьому сценарію його треба теж учитувати, к нему теж треба готовитися, к великому сожалению. Тобто Британія в цьому плані, не розполагає тими ресурсами, як Соединённі Штаты, пітається действувати точечно, прилагаючи усилия там, де вони на самому діли можуть нанести, при небольшому приложені, десь весьма і весьма существенный вред. В ресторане, в ресторане вже не люблю ходити, там запрещається курити, елементарно, не треба віддыхати. Сидиш, нормально вбиваєш, да? Без курива. Довжись курити, треба ходити. Уже неудобно там сидіти в ресторане. А вот... Ну... Это... Ну, это... Жизнь же, все же, кто курит, все меня поймут. Поэтому даже вот раньше в коридоре курити, а сейчас вот зимой выходим на улицу, в мерзень. Просто простужаємся, у меня вот голд уже постоянно простужений, и вот так, да. Понимаете, да? Поэтому он постоянно вот этим увлекаться, потому что я не советую этим запретами, особенно по курению. Никого вреда от курения нету, на самом деле. Никто не на это угадал. Где их совесть-то была в 2014 году? А где их совесть была раньше, когда они получали баснословные гонорары и уничтожали других артистов, лишь бы никого не было, были только они? Где их совесть-то была? Вы говорите про совесть уехавших? У них никогда ее не было. Ни капли совести не было. Уничтожение, мне кажется, это больше какие-то разговоры. Вы мне говорите? Я лично сталкивался с проблемами, когда Валерия ехала на фабрику звезд, мы потратили деньги на мейкап, на все остальное. Пугачева сказала, я не хочу, чтобы Валерия сегодня выходила на фабрике. Вы мне это говорите? У меня был ни один разговор не только с ней и со многими. Они хотели все, они хапали, они не просто брали, они хапали, а всех остальных сливали. Чем мы сейчас здесь занимаемся вот этой деликатностью? Они все брали, все, что можно было. От страны, от власти, они лизали этой власти. А сегодня те, кто скромно сидит и молчит или высказывает в их сторону негодование, они тут же попадают под обстрел. Говномет, который можно назвать. Мы будем отвечать на это. Что мы будем делать, если они наши активы все-таки окончательно экспроприировали? Пока преждевременно об этом говорить. Ну, во-первых, конечно, здесь есть западные деньги. У нас есть западные деньги различных структур. Сейчас не время конкретизировать. Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат. Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, они отныне начнут 10 раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое решение непродуманное. Восстанавливается десятилетиями, а то и больше. Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом плане. Особисто я задоволена, что в Росії фактично ледь не законом, але заборонено використовувати социальні мережі. Росіян набагато менше стало в наших тиктоках, інстаграмах, ну и, звісно, в фейсбуке. Так, они все еще використовывают VPN-и и деколи можно натрапать на их видео. Но, насправді, для подготовки наших випусков нам все ж таки доводится проводить ретельнейшую работу. Одним словом, від чого нас захищає цей барьер заборони? Від того, як насправді вони живуть, що вони насправді обговорюють і що в кій становних відбувається. В їхніх глибинках, в їхніх великих містах, в їхніх оселях і, найволовніше, в їхніх головах. Як завжди, найулюбленіше те, що ми відшукали, як ті інспектори. В їхніх соціальних мережах ми покажемо далі. Війна, яка йде проти нас, війна не тільки воєнна фаза, не тільки фаза непосредственно боєвих дійствів, але й фаза інформаційна. С цим зв'язана, конечно, непосредственно деятельність Федеральной служби безопасности по охрані граждан. І от інформаційних воздійствів врага, і от внутріннього врага, який непосредственно за перейшу об'язаність ФСБ – це контрразведка. Як всім зв'язана, безпасність від шпінов, диверсантів вражу, яких і сьогодні у нас хватає. Тому спецназ ФСБ на стріне цього процесу непосредственно займається обеззреживанням і многими іншими функціями. Ми їх теж розуміємо, знаємо. Зьогодні важливий момент, коли ми ведемо спеціальну военну операцию, гибнут наші парні, наші солдат і офіцери, які гибнут в тому числі і сотрудники ФСБ, які обезпечують здесь покій і, в конце конців, обезпечують нам мирну життя, несмотря на те, що проти нас зараз боротьбою йдет весь Запад. Ми, конечно же, призываем, выступаєм за те, щоб весь народ активно вступив в національно-освободительний процес, підтримував Путина, підтримував всіх тих, хто бореться сьогодні за свобода і незалежність Отечества. Сьогодні розлагаємо в пам'ять. В пам'ять переродов фисназа ФСБ. Ну все, пацаны, короче, мост закрывають, все. Значит, реально все серьезно. Ситуация все-таки вышла из-под контроля. Об'язнає, дамба, прорыв, все. Вода пошла в частный сектор, вулиця Перминова, Косогор. Капец, що під горою твориться. Я вот сейчас в город заїжджаю і все. Все, в підгору не уехати. Щас успеваємо, якщо не все. Капец, с правой стороны все это топит. Десь ще пушна. Більші дома, але є закупниця знято. Квіска. Більші. так сынок все нормально опаньки ты мой человек тихо так я тоже казах че у меня после коронавируса у меня никого не подбиваем а то вдвоем с кем будем пить на лавочке я четко веселая да ладно я тебе буду петь подона гуляет я пела в ансамбле от консерватории хочешь эти кто такие блин оливки да хорош какие оливки ты че гонишь на оливки маслины оливки желтые маслины черные выражья черт опа малые быстро брейк-данс ну че классы пацаны стали стоит у него такая видуха брейк-данс хочет бе-бе-бе на спине но у меня много денег 50 рублей до меня поменял две тысячи на 50 кто спляшет тому 50 рублей ну извините пенсионер короче ну чехарца можно коньячку то нет на лавочке а вот так и не сразу дверь открываем и на лавочке пьем да ладно я маслины поем не надо так аккуратно не надо вот он белым сидит не надо ничего проливать здесь закрываем банку а я такая раз такая мадам брошкина бел опаньки девочка не выдернула скажу ваш трамвай у нее и пульсина да идем-ка не кумажем да он устал она я мамка че ты мамка мамка держи проституток а мы хорошие приличные люди она говорит я мам очень злая пьяных не люблю а ты что когда сидишь в автобусе очень пьяны тетя тетенька я веду не хотите вам погадать вот вот оправе никто мне в этом зале руки не давайте я веду не когда мне привезете это куда куда я еду куда мы едем дачу урицкого быстро привезли ушла это отца мне коньякун сплошные стрессы с вашим с вами людьми а где это не вижу числа это просто коронавирус нет где-то и держи пожалуйста не конфликте смысле что-то тихо сейчас прибежит уже нормально конечно не хрена русские будут рулить милая моя что тебе спит молчит сейчас вытащу это начнет орать помолчи вы же устали я знаю 6 утра на 6 утра и вот таких как приветом только я одна сегодня я люди развеселитесь вы вы живете в россии под мирным небом солнышко светит господи в тишине в тишине в гробу пускай будет так я сейчас не мать моя женщина пожалуйста он мать моя женщина конечно не мужчина угомонись а в тишине а эти гроб пришли вот лежи в гробу да радуйся да радуйся что за жир никого неприятно неприятно тебя слышно негатив ты негатив ты негатив всем хочешь всем хочешь так правильно засохший я с ней уехал подержи тихо тихо сейчас вы сошел тихо тихо я достаю коняк она тут как тут я не пойму у меня отца святого духа модный концепт здравствуйте мои дорогие я зашла в магазин бордо который находится в континенте влюбилась вот в такую сумочку вот хочу вот такую вот приобрести давайте я вам сделаю быстренько обзорчик на вот эту красоту которая находится тут смотрите такие ну разве они не шикарные сейчас найду свой размер и сделаю еще обзор в инстаграм локеры обратите внимание сейчас дебилы будут писать что знаю ли я сколько стоят оригиналы и так далее но я еще раз повторяю что то заходя на ваши страницы вы не то что оригиналы не носите вы с ними рядом стояли значит так идем дальше свет падает смотрите поскольку ой лето начинается сезон вот таких вот открытых маечек софиков упала вот такие вот смотрите малиновые вот такие вот лимонные а вот эти вот юбки кстати которые вообще сейчас они в тренде вот такие вот есть а вот красивый цвет вот такой мне нравится кстати сейчас цвет он такой как под джинс ой боже какие шорты красивые я как человек который любит все яркое все красивое все все такое вот очень шикарное тут вот такое вот смотрите тоже такая же черная юбка как и белая давайте по юбкам пройдемся по шортикам смотрите какие классные такое вот серебро ой вот кати боже какая красота смотрите такое вот золотое такое кстати чашечка с такими крутыми костюмчики мне кажется тоже очень актуально они всегда смотрите вот такие вот черные вот такой вот болотный такой вот цвет поскольку мы уже зацепили юбки с вами да давайте пройдемся по шортикам вот смотрите они различные вот какие красивые вот шикарные да джинсовые так что девочки помним что сейчас лето надо оголяться надо раздеваться надо быть красивыми родные залезли в кафетерию без повода через гоктейль поняли молочный обалденный просто я уже полстакана он заходит этих добавок много сиропов поняли с бананом выбрал не он очень вкусный и это самое смотрели только что на плот тв выходила передача и меня показывали здесь сегодня закину скриншотом посмотреть можно будет этот ролик в телеграм-канале и на самом конце единственное что мне остается вам напомнить это чтобы вы в эйфуре и гарном настроении не забыли после всех этих пекельных горожан конечно лишите нам подобайку только таким образом мы сможем расповсюдить весь зібраний контент ну и конечно подписывайтесь обовязково подписывайтесь на ютуб канал Курбанова Лайф кажут что нашим подписчикам особо щастить бережите себя бережите Украину до встречи субтитры обучения субтитры на вскоре подавал канаву и субтитры субтитры Продолжение следует...